Универ-Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня выпуски. Казанский федеральный почтил визитом посол Уганды. Альма-Матер спасет жизни сотен людей. Каковы самые перспективные профессии будущего? Уже в этом году на площадке Казанского университета откроется первый региональный регистр доноров костного мозга в России. Об этом пошла речь на встрече ректора с президентом Русфонда. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Ректор Казанского федерального встретился с президентом Русфонда. Беседа стала очередным шагом на пути к созданию первого регионального регистра доноров костного мозга в России. Уникальные коллаборации Русфонда и КФУ. Сотрудничество нацелено на создание в одном из корпусов института фундаментальной медицины и биологии специальной лаборатории для работы с потенциальными донорами костного мозга. Сегодня мы обсудили вопрос размещения лаборатории на Волково, поэтому это будет очень удобный вариант и для лицензирования, и для аккредитации. Обсудили сразу же, какая стоимость работы за расчетом 40 тысяч квадратных метров, там 170 квадратных метров. Коллеги сказали, да, проблем нет. Стоит принять к сведению, что донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть своего костного мозга для пересадки больному. Костный мозг – это полужидкое вещество внутри костей человека, играющее ключевую роль в выработке клеток крови. Необходимость такой операции может возникнуть при лечении лейкозов, опухолевых заболеваний, апластической анемии и некоторых генетических болезней. Лаборатория также станет первой в своем роде на территории России. Сформированная за счет средств Русфонда и Республики Татарстан, она станет центром рекрутинга добровольцев, получения фенотипов потенциальных доноров, а также хранения и обработки их персональных данных. Кроме того, стороны договорились о сроках исполнения своих договоренностей. Предполагается, что лаборатория должна быть готова к запуску уже 1 июля 2018 года. Адель Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил посол Республики Уганда в Российской Федерации господин Джонсон Агара Олва. Как КФУ встречал своего гостя, вы узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет регулярно принимает представителей других стран. 22 марта КФУ посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Уганда в Российской Федерации господин Джонсон Агара Олва. Встречал гостя проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. По традиции, визит начался с экскурсии по Музее истории Казанского университета. После нее состоялась встреча с руководством и презентация КФУ. На ней гостю рассказали про новейшие методы работы, историю и достижения Казанского федерального университета, стратегии его развития и приоритеты в научной деятельности. Хотелось бы поблагодарить КФУ за прием. Я остался под большим впечатлением. Университет очень развит. И было бы хорошо, если бы вузы Уганды были бы развиты точно так же. Посол Уганды надеется на плодотворное сотрудничество его страны с Россией и Татарстаном. Господин Джонсон Агара-Олва назвал возможные направления взаимодействия с нашей республикой. Между Угандой и Татарстаном может быть продуктивная торговля, а именно экспорт товаров в Уганду. Казань и Татарстан интересны с культурной точки зрения. Это было бы популярно в Уганде в туристической сфере. Уганда открыта для сотрудничества и с Казанским федеральным университетом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Отдавая себе отчет в том, что в жизни современного общества средства массовой информации занимают довольно важное место, представители Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО посчитали целесообразным изложить и обосновать свое видение проблем современных медиа. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Социальные проблемы, противоречия и решения, с которыми приходится сталкиваться представителям четвертой власти, обсудили 22 марта на Международной научно-образовательной конференции «Медиа и власть. Власть. Медиа». Мероприятие начало свою работу на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО. «Мы собираемся уже второй год подряд. Более ста участников заявлены с разных регионов, плюс Азербайджан и Республика Беларусь, Узбекистан и Таджикистан». На пленарном заседании выступил проректор по внешним связям Ленар Латыпов, отметив, что власть медиа неоспорима велика. «Открывая мероприятие, эксперт по проведению экспертизы информационной продукции обсудила со студентами информационную безопасность детства в условиях медиареальности. Также в ряды основных докладчиков вошли главные редакторы, интернет-газет и порталов, представители Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО и многие другие». «Эта конференция необходима для обобщения опыта и реалий, которые есть. Проблема в том, что непонятно, например, как современные телеграм-каналы, которые набирают популярность сегодня, их типологизировать. Что это? Это средства массовой информации или это социальные медиа. Но если это средства массовой информации, то они анонимны. И вот этим как раз обсуждение этих всех вопросов и будет посвящена данная конференция». Место проведения мероприятия также заслуживает отдельного внимания. Открытие конференции и пленарное заседание прошли в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО под прицелами видеокамер. Участники конференции отметили, что такая интерактивная аудитория, как ничто иное, является прекрасным местом для обсуждения вопросов развития современных медиа. «Цель нашей конференции – обсудить проблемные вопросы, как взаимодействуют медиа и власть в сегодняшних реалиях. Особенно это интересно в разрезе социальных медиа. Проблемы взаимодействия, как молодежь влияет на социальные медиа, как власть коммуницирует и использует социальные медиа. Вот всем этим проблемным вопросом как раз обсуждена наша конференция. Ну, кроме того, мы посмотрим, как интернет меняет политическую коммуникацию, как взаимодействуют молодежь и как мобилизуются через социальные медиа». Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Третий год подряд российской кампании по поиску работы и персонала Headhunter проводит HR-саммит по Волжье. Наш корреспондент Анна Глазунова узнала все о перспективных профессиях будущего и не только. Смотрим. Какие профессии в по Волжье скоро исчезнут? Смогут ли чат-боты и роботы заменить сотрудников отдела кадров? И как оставаться компанией-лидером в стремительно изменяющемся мире? На эти и другие вопросы ответили на HR-саммите по Волжье 2018 от компании Headhunter. Площадкой проведения которого стал гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера». Мероприятие началось с пресс-конференции на тему профессии будущего по Волжье. Мой посыл для студентов и молодых специалистов заключается в том, чтобы они выбирали все-таки по призванию и по способностям, потому что ближе к душе и что нравится. И увлекаясь этой профессией, собственно, трансформировались вместе с ней и тогда ничего уже не боялись бы. Директор управления по работе с персоналом Самарского отделения Сбербанка Наталья Ильина отметила три качества тех работников, за которых на рынке труда будет борьба между работодателями. Должен обладать, во-первых, креативностью мышления, способностью к инновационной деятельности, во-вторых, он должен обладать системным мышлением, и третьим, однозначно, у него должно быть мастерство исполнения. Лишь 0,04% на рынке труда от всего персонала кандидатов могут соответствовать этим качествам. Уже в третий раз саммит собирает HR-экспертов и руководителей компании со всего по Волжье. Мероприятие проходит под девизом «изменение неизбежное», ведь рынок труда развивается очень динамично. Мы организовываем этот HR-саммит, чтобы подготовить HR-специалистов к этим изменениям. Отсюда и тема – это диджитал-инструменты в подборе, в управлении персоналом в процессах, это управление самими изменениями и формирование команды. Здесь обсуждались актуальные тренды развития рынка труда в Поволжском регионе, говорили о том, какие сайты являются лидерами по подбору персонала и как найти ценных сотрудников. Необходимо заниматься обучением и развитием своих навыков, адаптироваться к новым тенденциям рынка. В ходе проведенного исследования компания Headhunter определила список перспективных профессий будущего. В него попали такие специальности, как биоинженер, специалист по робототехнике, архитектор виртуальной реальности, нейропсихолог и другое. Но помимо технических навыков необходимо уметь общаться с людьми, и вести переговоры, быть креативным и любознательным. В течение всего дня своим опытом и мыслями с участниками саммита делились лучшие HR-эксперты. Анна Глазунова, Леонард Валитяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok